Во всем Краснодарском крае, во всей России, в связи с тем, что все-таки перепады температуры, вы сами видите по России, какие сегодня зима, завтра лето, поэтому вирус эти вещи очень любит. И, к сожалению, один из профилактики гриппа, вирусных инфекций, защита детей, в первую очередь, это вакцинация. И когда родителям говорим, что все-таки семейно нужно прививаться, и тогда даже если к нам прибежит грипп, вирусные какие-то инфекции, то минимизируют все осложнения. Тогда эта температура не 39, как сейчас все детки у нас болеют вирусными инфекциями, а температура 37-38, и детки очень легко выходят из этого состояния. Если все же рубеж привитости населения не превышает 90%, есть риск подхватить вирус. Когда осенью, очень много у нас вакцин, когда объясняем и говорим, что все-таки, когда мы все здоровы, нужно сделать прививочку, и многие родители говорят, вот мы привили ребенка, а он заболел. Поверьте мне, за 25 лет и 12 лет моей службы я ежегодно прививаюсь, за 25 лет я болела один раз. Хотя я, поверьте, поток больных у меня очень большой, дежурим мы все, ночное дежурство, доктора у меня практически все прививаются. Если бы мы не прививались, медицинские работники, то мы бы уходили на больничный, поверьте, в эпидемию, или просто где-то подъем только вирусных инфекций, мы бы все болели, если бы мы не прививались. На данный момент в районе порог заболеваемости близок к превышению, поэтому многие, особенно дети, попадают на лечение в больницу. Приехали на скорой. Что за симптомы были? Задыхался, кашель сильный был. Рвота была, мокрота всякая. Кашель, да и все. Воспаление, как бы сопли были. Сейчас вроде бы нету, только кашель. Сейчас сделали снимок, пневмония под вопросом. Вот пришли лечиться. Сегодня в инфекционном отделении мы обследовали детей. Высевается очень много вирусов. И энтеровирусные, и аденовирусные инфекции идут. Вирус гриппа B у двоих детей выселся, мы обследовали. Поэтому мозаика очень большая, распространенная, скажем так, вирусной инфекцией. И чем болеет отдельно взятый ребенок или отдельно взятый взрослый, очень сложно. Поэтому я думаю, что сейчас все родители, все взрослые не должны заниматься самолечением. Элементарно должны делать общий анализ крови, общий анализ мочи, определяться с доктором или педиатр, это или терапевт. И только после их назначения начинать заниматься лечением. Просто самолечение в этой ситуации чревато тем, что очень тяжелые и серьезные осложнения бывают. Избежать болезнь помогают меры профилактики. Их необходимо соблюдать в период эпидемии. Мне бы очень хотелось обратиться к родителям, что элементарные правила, с учетом того, что мы все-таки не привились много, не сделали прививки от гриппа, они, к сожалению, теперь поздно, их нельзя делать в период вспышки вирусных инфекций. Поэтому сейчас элементарные правила. Вы посмотрите, когда в Японии кто-то один заболел, весь город одевает маски и ходят и в общественном транспорте, и везде. То есть масочный режим, он очень полезен при таких заболеваниях. Это первое. Второе, это элементарно. Моем руки, умываемся. Отдельное, в семье даже, отдельно взятой, там, где есть 3-4 человека, если для каждого выделить отдельную посуду, отдельное полотенце. И чем чаще мы моем руки и проветриваем помещение, то вирус этот нестойк, он быстро погибает. У нас есть цветочек алоэ, у нас есть имбирь, у нас есть мед, действительно, да. У нас есть неплохой гомеопатический препарат, это аноферон профилактический, а и родители их знают. Его можно и взрослым, и детям назначать. Теперь у нас есть обычный физраствор, обычные солевые какие-то растворы, аквалор, аквамарис. Бывает достаточно, я же говорю, мыть руки, проветривать помещение, пить витамины, шиповник пить. Кушать хорошо, это в первую очередь. Потому что те детки, которые плохо кушают, те взрослые, которые сидят сейчас на диете, я бы очень рекомендовала бросить все занятия диеты и кушать очень хорошо.